Перестали ходить в сапогах. Туфли купили. Старушки мои. Глава администрации Шандровского сельсовета Александр Родин не сдерживает радости. В селе Солдаманово долгожданные события. В рамках федеральной программы комплексное развитие сельских территорий здесь на улицах Базарной и Нижней отремонтировали дороги. В нормативное состояние привели полтора километра. Здесь километра 600 стало нам... Ну, здесь вклад населения, спонсоров, администрации. Это еще 30% и 70% в эту область. Это министерство АПК. Вот общая сумма 2,5 миллиона. Шандровский сельсовет это первый проходит. Уже на 22-й год, я смотрю, другие сельсоветы заразились этой идеей. В приемке отремонтированной дороги принял участие депутат Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев. Газ. Вот за мной, если я не завидан, там в камеру, стоит вышка, которая обеспечивает хороший, раздает хороший интернет качественный. А вот дорога, на которой мы стоим, ее еще вчера не было. Ее сдали буквально на днях. И, конечно, все эти составляющие, они очень нужны жителям. Ведь это составляющие качества жизни. Конечно, люди очень довольны. Что касается программ, программы эти работают не первый год уже. И могу сказать, что на программу развития сельских территорий в этом году выделено миллиард рублей. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Я просто понимаю, насколько эта программа востребованная, сколько желающих в ней поучаствовать, я имею в виду, районы и сельские поселения. Она будет увеличиваться. Местные жители отремонтированную дорогу сразу оценили. Говорят, прежняя дорога была в таком плачевном состоянии, что порой здесь даже машины проехать не могли. Дорога что надо, конечно. Дай бог. К каждому населению такое. Связали две улицы, очень хорошо. Пожалуйста, хоть куда езжайте, вот так сказать. Ни ямки, ничего. В этом году по программе запланировано реализовать 53 проекта ремонтно-восстановительных работ улично-дорожной сети на общую сумму более 60 миллионов рублей. И на сегодняшний день 20 проектов уже реализовано. Наталья Лисова, Иван Масов. Время новостей.